Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал The Crazy Motion, и у меня опять будет, видимо, звук с эхом и некоторым фоном, так как я забыл в этот раз взять с собой телефон с наушником, а идти за ним уже далеко. Короче, эксперименты со звуком продолжаются до тех пор, пока не перейдет микрофон петелька. Надеюсь, он все исправит. Постоянных зрителей, я надеюсь, все эти перипетии со звуком не отпугнут, ну а те, кто включил случайно, ну, ребят, не знаю, насколько вы крепкие нервами, скоро узнаем. Значит, по поводу мультиков. «Приключения Кондора» сняты где-то наполовину, уже отснято 5,5, может быть, даже 6 минут. Ориентировочно я хочу, чтобы мультик был чуть больше 10 минут. Дальше, правда, будет опять-таки монтаж, озвучка с участием других людей, поэтому там не совсем от меня будет зависеть. Короче, работа над Кондором идет очень активная. Вторая серия уже, надеюсь, скоро. Планирую трейлер выпустить через несколько дней. Ну и «Сталкер», естественно, будет сразу после Кондора. Потом будет большое голосование, что делать, «Бородино» или мультфильм про римских легионеров. Значит, сегодняшний обзор, я вот сейчас быстро со стола убрал сцену от Кондора, потому что, ну, давно на канале не было видео, я решил сейчас сделать небольшой перерывчик, запишу 3-4 обзора, ну и потом буду обзорчики постепенно монтировать, выкладывать, и вам будет что посмотреть, и у меня будет время... Ой, какая-то мошка летает, надеюсь, она умерла с жестокой смертью. Вот, и вам будет что на канале посмотреть, пока я мультик делаю, ну и, собственно, что, все, мошка меня сбила с мысли, противная она такая. Короче, мультик делаю, и пока вы ждете, будут обзоры на канале. Значит, сегодня я хочу показать относительно новый пак советских солдат с Алиэкспресс. Почему-то китайцы очень любят делать немцев. Вот немцев они штампуют в большом количестве, в разной форме, разные войска, короче, прям отрываются на полную, кого там только нет. И даже технику более-менее стали делать, как у Брикмании, тоже потом будут обзоры. С советскими войсками какая-то адская проблема. Когда-то давно я делал обзор на пак зимних солдат типа под Сталинград, потом вышел пак почти таких же солдат, но там хоть пушка была, но этот обзор еще у меня планируется, я все время про него забываю. Ну и тут более-менее свежий вышел, который китайцы назвали, что-то типа битва на Курской дуге, там танков, естественно, нет, наборчик маленький, только солдаты, но мой быстрый просмотр в Алиэкспрессе, в принципе, пока сейчас можно охарактеризовать как разочарование. Давайте посмотрим этот пак, и я сравню его с солдатиками из первой попытки китайцев сделать советских солдат. Короче, я его собираю, ну и давайте посмотрим, что же это за очередные советские солдаты от китайцев. Итак, первая мини-фигурка в наборе, это у нас советский солдат в пилотке с немецким каром и маленькой елочкой. Ну, маленькая елочка это большой плюс, потому что такие елочки вроде как китайцы не особо делают, и я надеюсь, если они стали делать такую елочку, то скоро она будет вовсю продаваться уже просто как отдельный элемент зелени, и это полезно. Кар это очередное больное место пехоты советской у китайцев, потому что китайцы никак не могут сделать нормальную мосинку, собственно, надо сказать, что и Брикармс мосинку делал очень долго, она долго не появлялась, потом она была только со снайперским прицелом, и только через много лет она появилась уже без снайперского прицела. Ну и китайцы вот тоже пока никак не могут сделать нормальную мосинку. Ну и что же мы видим по принтам? Значит, пилотка фиг с ней, лицо упоротое, как обычно, штаны более-менее, кстати, нормальные, они с таким вот зеленым оттенком, темно-зеленым, может быть, болотным, принты ботинок и принт, как будто там файка летела грейка, вот что такое полосатое. Вот, торсик же, как всегда, разочаровывает. Почему говорю как всегда? Да потому что мы давайте возьмем рядом фигурку, поставим из самого первого набора советских солдат, и что мы увидим? Так, елочку давайте уберем, и ставим первую фигурку из набора. И мы видим, что принт на торсике спереди вообще один в один, и сзади один в один. Китайцы особо не заморачивались, они сделали просто копию просто в другом оттенке. Это катастрофа, это ужасно. Я прям вот очень сильно расстроился. То есть, изменили только штаны, изменили, правда, в лучшую сторону, но торсик остался вообще никак не задействованный. Вторая фигурка, это у нас следующий боец в каске, с кустиком, и также с немецким каром. С обратной стороны у него занавеска. Такое впечатление, как будто ее там поднять, и там будет горшочек с цветочком стоять, там крынка с молоком, не знаю, но в общем, как-то это все ужасно. Кроме того, принт на груди, как вы видите, потерт, с дефектом, это, ну, ладно, у других, может быть, будет нормальный, но у меня вот он пришел вот такой вот с дефектом, очень даже некрасивым. Лицо усатое, типа гусарского, где китайцы таких русских видели, я понять не могу. Штаны без принта, и в данном случае это даже плюс. Такие зеленые болотные штаны вполне пойдут на военные. Каска нормальная, хорошая и по цвету, и по форме. Это и сидит, главное, нормально. Здесь все отлично. Но вот эта вот занавеска, это, конечно, жутко. Давайте, если мы вот так вот сделаем, лицо повернем, еще руки переставить, и будет просто фигурка за обеденным столом. Садитесь кушать, кушать подано. Спасибо, какой у вас вкусный омлет. Вот, короче, я не знаю, что это за ерунда такая. Это и на плащ не похоже, и на халат. Короче, бред какой-то. Кто у них там дизайнер советских фигурок, я не знаю. Но его надо явно, ему руки поотрывать. То есть немцев они делают хорошо, американцев хорошо, ну плюс-минус там с дефектами. Но советские войска у китайцев получается просто-просто ужасно. Так, это у нас была вторая фигурка замечательная. Третья фигурка. Значит, это у нас будет опять лицо усатое, а-ля 19 век. И, по-моему, он шел с собачкой. Но это не особо хорошее такое дополнение. Значит, штаны опять болотные, нормально. Торсик такой же, как и был. Грубо говоря, от самого первого пака отличается фигурка. Давайте я вот еще одну фигурку возьму. Вообще, по-моему, даже вместо собачки поставим. Или рядом с собачкой. Нет, собачка не хочет с ними быть. Вот, короче, вообще, по-моему, брат-близнец из первого пака. Такое же лицо один в один. Шапка-ушанка такая же. Немецкая винтовка. Только форма другого оттенка. Такое впечатление, как будто тот же самый солдат, только повоевал немножко. Уже форма выцвела. И штаны загрязнились. Ужасные принты. Ну, по мне так, ну, елки-палки. Ребят, возьмите вы картинку Citizen Brick, да просто скопируйте и печатайте на торсиках. Зачем выдумывать велосипед? Вообще, не понимаю. У вас же, в принципе, неплохие варианты с немцами есть. Вы хорошо слизываете. Зачем вы пытаетесь сделать свое там, где у вас не получается? Однако, из-за штанов, должен сказать, что этот пак, наверное, получше, чем первый. Потому что вот этот вот желтый оттенок формы самого первого пака мне нравился меньше. Здесь вот эти вот бежевые и зеленые штаны болотные, наверное, все-таки будет получше. То есть, улучшение есть, но очень-очень маленькое. Улучшения у нас идут медленно. Четвертый боец, это у нас такой кавказец, с заросшей бородой, в каске, с винтовкой. Кстати, такой же кавказец есть абсолютно. О, сзади занавеска у него. Такой же кавказец был и в первом паке, тоже в каске. Давайте на него посмотрим. Только если в первом паке кавказец улыбался, то здесь он грустный. Не знаю, почему он грустный, потому что выглядит... А, из-за занавески, конечно, ему эту хрень повесили, вот он грустный и стал. Винтовки, кары, каски. Ну, новая каска получше будет, все-таки бледно такая вот зеленая, наверное, вычурно смотрится. Но принт на торсике, кстати, стал хуже, вот в данном случае у этого солдата. Он хоть и получил звезду, видимо красную, но торсик по наполнению, вот здесь внесли некоторые изменения, но он стал какой-то очень пустой и больше на какую-то Первую мировую стал походить, не знаю. Так что здесь даже сложно сказать, какая фигурка лучше, из первого пака, который был там года два назад, или из последнего пака, который вот вышел месяц назад с гордым названием, что-то там про Курскую битву. Следующая фигурка, боец без руки. Мне почему-то очень везет, у меня постоянно попадается какая-нибудь одна фигурка без руки. На самом деле кистей у меня много, потому что китайцы часто кладут запасные кисти, но вот в данном наборе кисти не было. У меня они есть, я могу достать, спокойно заменить, еще штук 30 фигурок могу обеспечить руками. Но я решил показать именно в том виде, в котором мне прислали китайцы. А прислали они мне его без рукава, но с занавеской. Очередной, кто очень хочет кушать и уже готов. Заправил занавеску, эту салфеточку и все, уже приготовился пожинать плоды сельскохозяйственных трудов. Так, собственно, больше по нему-то сказать нечего. Принт опять на торсике примитивный, пустоватый, какую-нибудь Первую мировую. И командир. У нас есть у этого отряда командир. Давайте рядом воткнем командира двухлетней давности. Значит, смотрим. Здесь сзади салфетка у этого опять-таки. Лица, не помню, по-моему, более-менее одинаковые. Ну, не суть. Торсики. Ну, здесь командир вроде как чуть получше за счет того, что у него там пистолет, бинокль. А у Первого он, по-моему, даже от солдата особо не отличался. Но глобально сет разочарования. Он стал чуть лучше, чем был. Но я все еще жду от китайцев нормального советского пака. Вот советский пак никак у них не получается. Это очень грустно. Командир шел в комплекте с лошадкой. Лошадка, слава богу, полноразмерная. А то, знаете, как в последнее время китайцы кладут лошадки, такие типа пони. В китайские паки, в немецкие паки очень сильно любят класть малоразмерных лошадок. Здесь лошадка полноценная, которую можно использовать в любом другом мультике. Не знаю, там про рыцарей. Она нормально прокатит в хорошем масштабе. Так, оружие. Какое же было оружие в комплекте? Первое, что стоит показать, это пулемет типа Максима. Нормальный пулемет, на Первую мировую прокатит, на Вторую, на Тихий океан. Неплохой пулемет. Мне нравится. Потом сунули американский пулемет. Его вообще везде суют. Он, мне кажется, есть в каждом паке. Скоро его будут класть к Нексо-рыцарям, к Ниндзяго, куда-нибудь там к подружкам. В общем, пулемет такой же, как и этот миномет. Почему-то вот китайцы его суют вообще везде, где только можно. Далее. Литник, собственно, да. Вот с минометом. Без него тоже, естественно, никуда. Я их уже не собираю, потому что очень много. Мачете, пистолет, граната, лимонка, нож. Достаточно стандартный литник, который часто тоже кладут в разные наборы. Здесь, по-моему, был дегтярев. Я просто дегтярев уже собрал. Вот. Неплохой пулемет сойдет. Здесь литник, мачете, лопатка, пистолет, нож, лимонка и пустое место. Здесь, по-моему, был ППШ, который тоже собрал. Ну, и вот еще литник тоже ППШ не собранный. Мачете, лопатка, лимонка, пистолет, нож. Дальше снайперская винтовка типа Мосинки. Нож, пистолет, лимонка, лопатка, мачете. Опять литник с ППШ. Можете посмотреть. Реально, пистолеты, винтовки они не делают. И опять ППШ с мачете, лопаткой, пистолетом, ножом и лимонкой. Ну, и мое итоговое слово. Значит, пак из шести фигурок, он на троечку, удовлетворительный. Он лучше, чем первый пак, который был с таким вот оранжевым оттенком, поносно-оранжевым каким-то. Но хуже, чем фигурки от Citizen Brick. Значит, здесь у нас получается сколько? Две фигурки в ушанках, две фигурки в нормальных касках, одна в пилотке и один командир. То есть, шесть фигурок, много оружия, пулемет есть, куча ППШ, куча немецких винтовок. Немцы никак к Мосинки не сделают, я уже говорил. Лошадь, маленькая елочка, кустик, собачка. Цену набора не помню. Выложу, выведу на экран и ссылку я выложу в описании под видео. Смотрите, потому что если у вас нет фигурок от Citizen Brick, они дорогие, понятно, что мы все ждем от Китая, дешевых, нормальных советских солдат, то, конечно, это вполне оптимальный вариант. Лучше, чем самый первый. На этом будем прощаться и все-таки будем холить и лелеять надежду, что китайцы все-таки сделают скоро крутой советский пак с нормальными торсиками, которыми мы закупимся под завязку и будем делать мультики и военные сценки. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, информация и по этому сету, и вводная информация к обзору была полезной для вас. Я ответил на часть ваших вопросов. И до новых встреч на канале. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok